однажды весной час не бывало жаркого заката в москве на патриарших прудах появились два гражданин сейчас попробую переделать эту фразу под началу нашего эфира скажем так однажды зимним вечером когда погода не сильно отличалась от климатической нормы во всемирной паутине появились ректор московской академии астрологии михаил левин и автор и ведущий канала александр губы лёв и народ здравствуйте михаил борис здравствуйте александр поползаем по получению друзья кстати не забывайте подписываться на астромагазин канал михаила левина мой александр бабулёв и народ тоже не отделяется подпиской нам это приятно что он олицетворяет о фране с вашей точки зрения в романе многие даже приписывают этому образу вторую ипостась сатаны было такое в литературной критике можно вот когда мы говорим о сатане мы же должны опять мы говорили вот юнг ввел такое понятие трикстера один из богов одна из фигур мироздания которая обязательно должна быть без нее картина будет неполной незавершенной главное бессмысленно но он ввел еще и понятие тени тень это то во мне тоже часть мироздания которая противостоит моему идеалу который я не хочу видеть в себе но тень значит по югу надо интегрировать что значит не хочу кто-то не может интегрировать тот не обретет ценности да мне кажется что по отношению к пилату он играет роль сатаны по отношению к богу он выполняет все задачи которые бог выполнить не может и о фране по отношению к пилата тоже саму как он так безошибочно себя ведет он сатана тоже безошибочно себя ведет в конкретном случае значит он разумный кстати одно из качеств сатаны очень большая разумность очень хитрый ум очень развитый ум в первую очередь сердце там не развито но он развито очень сильно он а фране видимо и этически развит потому что вот помните да там дерзкого безумца удалось успокоить объяснив что тело будет захоронено то есть казалось бы любое стандартный служака какой-то грязный леви матвея дать ему пинка под зад или или в кутузку посадить нет а фране относится к нему уважительно хотя их ну вот ну на самом деле это наважением я докажется идет от пилата а хране транслирует отношения пилата мне кажется что он истворяет ту самую сторону бога закон кармы воздаяние каждому по делам и то же если так посудить то сатана тот же волонт выполняет ту работу которую христос делать не будет но это объясняю простую вещь вот средневековый город надо поддерживать распорядок в городе есть должность особую совершенно человек который живет за городом с которым никто не общается вот мы по риге ходили нас спрашивает наш гид ну друг наш для чего перчатки на доме висят это дом палача перчатки висят чтобы люди знали что он дом для чего дело в том что к нему даже обращаться не хотят даже не разговаривать с палачом палач по природе своей изгои отщепенится он выполняет такую работу которую вот с ним не разговаривать тем более за руку не здоровается и в гости не ходит минимизировать контакт даже для этого перчатки висят чтобы не надо было заходить а дома иван иванович но при этом интересно его не презирают к нему даже особое почтение а потому что он исполняет необходимую работу а кто исполнит если него но такой аватар как одна моя знакомая говорит матушке смерти да то есть это аватар смерти на роль палача святого не возьмут то скорее всего не получится святой откажется от этой работы совершенно точно вот в чем-то волон играет такую же роль роль того кто исполняется и афрани соответственно тоже приказ приказ господа работу необходимую в этом мире он исполняется у которой господь прямо исполнить не может ввиду своей благости он создает относительное зло ведь зло же относительно опять же она рано и поздно превратится в добро наказывает для того чтобы научить в этом мире так устроен что зло рано и поздно превратится в добро представил некоторых персонажей которые для меня олицетворяют зло и мне не хватает фантазии представить не я понимаю что это произойдет но долг путь михаил борис этих метаморфоз долг много много жизни может быть тысячи жизней буду тоже себя рассказать чтобы был таким негодяем что заслужил самое большое наказание он упал на дно вселенной по нему должна была проехать огненная колесница вот ему не понравилось и он после этого решил что надо менять образ жизни и начал восходить и много жизней восходило и наконец вот сошел до будды был там значит здесь та же самая ситуация мы не увидим это вот но это процесс воспитания души это очень сложно и очень длительный а кто-то должен быть этим заняться кто-то должен играть роль наказывающего ограничивающего если сатана имеется ввиду не символический человеческий организм пути человеческое эго где сатана в человеке это эго ограничивающего сознание где он видит себя и мыслит себя отдельно от всей вселенной человеком изолированно он не видит вот этой невидимой связи себя с единым вот это сатана в человеке это символ это не личность и сатана изнутри вот и сатана как космическое начало которое противостоит другому началу одно из них называют добром другое злом но они космические если их уничтожить и все руки исчезнет вместе с ним это неизбежность бытия вот этого двух начал в мире есть космическое зло и добро абсолютно а есть зло и добро в человеке зло в человеке это его это она относительно человеке самое интересное что все что в рамках этого этого конечно так и иначе ограничено злом когда человек выходит за рамки этого этого окончается превращается влоги я вдруг подумал что наверное именно эти два начала может быть и делаю чека живым как та самая разность томсалов рождает электрический ток разница давления рождает ветер пусть и если будете одинаково вы же физик все остановится то что так страшится чего по ночам просыпаются физики некоторые и астрономы я шучу было когда-то такой ужас всемирный тепловая смерть вселенной да есть такой закон увеличение энтропии да все постепенно размазывается размазывается размазать и станет ровненьким и как только все станет одинаково ровным все перестанется двигаться исчезнет всякая дифференциация вообще чтобы не было исчезнет кроме равномерно распределенного тепла процессы как известно идут в увеличение в сторону увеличения энтропии но знаете многие физики которые далеки не то что от оккультизма а даже от идеалистических каких-то философий говорят что может быть в этом и состоит предназначение человека предотвратить вот эту тепловую смерть и упорядочить свои разумные деятельности конечно естественность предназначение человека можно мыслить по-другому если мы живем так в материальном мире то никакого предназначения нет все равно все там будет а если через мир духовный и божественный то в божественном мире действует ровно противоположный закон любое изменение ведет к повышению сложности если здесь любое преобразование ведет понижению сложности понижению уровня энергии то танк повышение сложности это мир духа закон духа как раз развитие доход закон материи деградация ну мы называемой энтропии так что там два а жизнь она между этими двумя распад и становление становление распад все время для зрителей скажу что энтропия это степень молекулярной неупорядоченности в системе да да упрощение максимальный хаос любая какая-нибудь упорядоченность это уже сложность не более сложности вот да но так это материальный мир самый нижний этаж бытия самый верхний наоборот противоположный закон развития даже поясню очень просто вот старый пример если у вас есть яблоко у меня яблоко мы обменялись яблоками у каждого из нас по яблоку если у вас идея у меня идея мы обменялись идеями у каждого у нас две идеи так вот в мире мышление а мышление это проявление духа круто не слышал этого михаил борисов запомни магия просто какая-то чем 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 материальная отличается от нематериального слушайте просто но если в мире духом в мире мысли а мысли это проявление духа всякое движение мысли увеличивает знание увеличивает сложность поэтому мир наш потому и не распадается что дух создает сложность материальный процесс эту сложность понижает а жизнь между духом и материей все время идет усложнение распаду сложный распаду сложнее становление распад становление распад жизнь между ними ритмически там все время вверх здесь все время вниз на жизнь так отволну вернемся к нашей теме так вот афрани мне кажется как раз и есть та самая тень пилота он выполняет то что пилот не можете позволить ввиду своего положения неизбежность восстановления равновесия круто глубоко я не дотумкал до этого простите за мой язык как на районе конечно же это его тень они же в принципе очень похожи это люди одного и того же из одной и той же системы но пилот то ходит как говорится под тиберием да и он же своей жене рассказывал что в следующий раз это будет моя кровь вовсе не очень хорошо у него дела как раз не очень хорошо а вот афрани он служил и при валерии грати и он такой не потопляет но это его тень а вот золотое копье я для зрителей скажу золотое копье была такая версия название романа булгаков несколько раз изменял назвать своего произведения князь мы кстати был один из вариантов все-таки он воланда видел может быть даже и центральным персонажем своего гениального произведения вот я вам хочу сказать что не оправдывая булгаковского пилата за казнь который он мог бы теоретически попытаться предотвратить все-таки вот булгаковский пилат этот персонаж выше его но во первых потому что он любит собаку я это очень хорошо могу понять я сейчас без шуток говорит друзья без вообще даже без иронии без ничего такого во вторых я очень глубоко разделяю его вот эту мечту погулять по лунной дорожке и побеседовать с тем кого я считаю своим светлым ирархом это в терминологии елена рея кто не знает она вот советовала мыслящим людям изучать все возможные культурные там элегиозные традиции и она говорила что обязательно в какой-то момент вот читая какой-нибудь там бхагават гиту или какую-то другую книгу вас должно извините опять меня за это простенькое слово торт вот именно значит вы нашли свое и это ваше и идите туда по этой дорожке а наверх божественному ведет бесконечно как я понимаю количество тропинок михаил борисов вот как пилат свою мечту воплотив а как обычно людям попасть на эту лунную дорожку тому кого они любят но вот как учителя как гуру как наставника ну знаете для любви драсти надо животное тоже любит у животных есть любую на короткой животные все забывали там мамочка тоже любит своих детей за готова защищать их создать свою жизнь год дитя выросли уровень гормонов падает да и до свидания до свидания то есть у животных тоже есть любую но только она короткая у человека и у вас подлиннее если ты сможешь так полюбить чтобы отдать все этого надо полюбить сначала учителя первое что ученик дорастает до учителя который когда способен вот так вот любить любить и доверять приходишь к учителю связанка игрок кладешь ему в ноги тем самым ты обязуешься ему служить исполнять все его и любить его в первую очередь потому что без любви нет учения но если уже о боге говорить а то все любовь к богу это все да и все поэтому когда многие говорят о любви к богу это все разговоры в тридевятом царстве тридесятого государства она есть но как это не про нашу честь до любви к богу надо драсти до любви к учителю тоже надо драсти потому что вот тут я скажу опять ерес для тебя учитель это бог потому что бог не может прийти на землю ни в каком другом виде кроме как видя твоего непосредственного учитель а потому что учитель для тебя в твоем конкретном месте в твое конкретное время исполняет волю божью он проводник воли божьей вот данном конкретном взаимодействию с тобой а распроводник воли божьей значит это самый высокий образ бога который ты только можешь увидеть на земле образ икона не нарисованная но икона он для тебя сейчас проявляет бога значит он потому что он ведет тебя путем развития ведет богу значит он непосредственно послание бога а как вы понимаете вот посол в другом государстве он не похож на государство даже не похож на президента то что он говорит том государстве где представляет это не что иное как его устами говорит президент или его устами говорит сама держава поэтому можете в данном конкретном случае слышу его слова понимаете он же не держава вот вася ограниченный он невеликой российской федерации одна десятая часть света он тут полтора метра метра 72 высоты его слова и его действия есть не что иное как действие всей державы целиком вот здесь то есть он образ державы так же посланник от бога учитель здесь образ бога и чем выше уровень посланника тем более адекватно так сказать непосредственно адекватно он выражает волю богу так что ученик если ученик не видит своим учителем бога то он еще не окутный ученик поэтому так еще надо научиться любить прежде чем иметь учителя очень долго учимся тому чтобы как начать учиться вот эти ничего нельзя дать без веры ничего нельзя взять без ничего нельзя дать без любви ничего нельзя взять без веры полное доверие учителю и любовь вот эти две вещи прежде чем человек не научится причем любовь не на 15 минут совершенно стандартное человеческое явление. Вот ты восхищаешься человеком, ты падаешь в ноги, вы мой учитель, хотя он даже к тебе особенно не спешит, как к ученику, он в общем не берется. Вот вы мой учитель, потом проходит некоторое время, ты в нем разочароваешься, и все, конец. Значит, это еще не ученичество. Ученичество, если ты пошел, ты идешь до конца. Я вспоминаю многочисленные романы и художественную литературу, посвященную отношениям учителя и ученика, вот в частности в магии, всегда было жалко учеников-чародеев, потому что их мастер их всегда, как-то сказать, вежливо шпынял, гонял и относился к ним крайне неуважительно. Но я понял, почему. Эти ученики, они сделали свой выбор, и они абсолютно, ну то есть вот, то, что они, так сказать, все обтекают и понимают, что это все необходимое, и это говорит о том, что они любят своего преподавателя. Да. Это форма тренировки, кстати, я помню. Я, знаете, думаю, что нам не простят, если мы в конце беседы не поговорим про любовную линию романа, наши зрители... Как сказать, я хотел сказать, что вот любовная эта линия романа, у меня пришло в голову, что, наверное, центральная эта линия романа – это любовь. Все-таки. Это не роман, а любви. Но любовь, как в жизни, так и здесь, она является центром, в котором все вращается. Знаете, я, как всегда, у меня же взгляд такой, как говорится, замутненный, естественно, научным образованием, что я увидел, посмотрев на эту любовную линию романа, я увидел вот почти такой философский вопрос о соотношении любви и свободы. То есть вот как там в романе сейчас, на память не помню, любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца. Убийца выскакивает, да. И поразила нас сразу обоих. Я не хочу просто ни одно слово. А давайте попробуем найти. А я выписал. Нет, нормально все. А я сейчас найду. Сейчас я найду тот же просто. Вы пока ищите, Михаил Борисович, я вам как бы сам вопрос очерчу и обрисую. Вот в романе незаметно так, такими вроде бы незаметными мазками присутствует вот эта вот тема философской связи, свободы и одиночества. Вот яркие герои романа Мессир, Ешуа, Пилат, Афрани, демон безводной пустыни Азазел, они все ментально, эмоционально одиноки. Он так и говорит, что он всегда один. И вдруг два таких ярких персонажа, тоже свободолюбивых, мастера Маргарита, вдруг оказались поражены любовью, которая в каком-то смысле, ну я вам как, так сказать, мужчина среднего возраста, хочу сказать, что любовь это в каком-то смысле антипод свобода. Вы помните, Бегемот сказал, Ахмессир, можно ли променять там холостую свободу на тягостное ермо? Он говорил о браке, конечно, Михаил Борисович. По любви иногда бывает, такое тоже бывает. Бывает. Значит, и к любви этот вопрос относится. Не, не хочу сказать. Есть это противопоставление, любовь или свобода? Или мне музыка навеяла, как в старом пошлом анекдоте? Это он рассказывает бездомному в психушке, эту историю любви. То есть это где-то... А насчет любви и свободы? Ну, вообще говоря, любовь, если она истинная, она должна давать свободу, а не отбирать. Вот у меня любовь и свобода, наоборот, очень сильно связаны, вот как... Есть такая формула, любовь не терпит никакого насилия. Можно сказать, принуждения. Сейчас любовь к браку не хочу противоставлять. Это сложный момент. Про брак я у Ингельса не считался, так что, да. Мне там целая вещь очень серьезная. Брак – время временное, время человеческое. Бог вот этого человеческого брака не составлял. Так сказано, что то, что Бог читал, человек не разлучает, то речь идет не о телах, а о душах. Потому что Иисус говорит о том, что там, в небе, в Царстве Божьем, не женится и замуж не выходит. То есть речь идет о любви, о близости душ без чувства собственности. Божественный брак – это сочетание душ. Но там свобода не ограничивается никоим образом. Это здесь, на земле, где там ты можешь любить очень многих. Там ты можешь любить непосредственно очень многих, не становясь собственностью ни одного из них. Здесь ведь проблема в том, что здесь не проблема брака, не проблема любви, проблема собственности. опять это же самое ограничение. Мы тут четко понимаем, что это не Венера, а Сатурн. Когда анализируешь карту человека, вот, вот, когда у вас там любовь началась, анализируешь Венеру, а когда замуж вышли, анализируешь Сатурн. Две разные вещи. Кстати, извините, я нашел это место, Михаил Борисович, тут просто лыков строку. Любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке и поразила нас сразу обоих. Все верно, я записал, не переврал. Так поражает молния, так поражает финский нож. Она-то, впрочем, утверждала впоследствии, что это не так, что любили мы, конечно, друг друга давным-давно, не зная друг друга, никогда не видя, и что она жила с другим человеком. И я тогда с этой, как ее, с кем, спросил бездомный, с этой, ну, с этой, ну, ответил гость и защелкал пальцем. Вы были женаты? Ну да, вот я же щелкаю на этой вареньки мальчика. Нет, вареньки, еще платье полосатого. Это такая важная подробность. Вот, музей, впрочем, не помню. Слушайте, ну это гениально, место. Так вот, она говорила, что с желтыми цветами в руках она вышла в тот день, чтобы я, наконец, ее нашел, потому что, если бы этого не произошло, она отравилась бы, потому что жизнь ее была пуста. Ничего себе, она была замужем с 19 лет, в романе ей 30, жила в особняке, да, так сказать, вот так оказывается, не все определяется материальным, внезапно так оказывается. на самом деле, все не определяется материальным. Смысл жизни, единственное содержание жизни, где нет любви, это я знаю лучше вас. Знаете почему? Вы же не безразличны. Потому что мне ввиду моей работы очень часто приходится сталкиваться вот с такой вот ситуацией, на консультации приходит, например, женщина. Для женщин это болезненно, конечно. Вот тут, Михаил Борисович, все есть, все. Прекрасная работа, карьера хорошая, я руководитель, красивая женщина, здоровая, денег хватает, все чудесно, все что хватает. Ощущение, что я не живой, функционирую. Как влюбиться бы мы? Вот вы мне скажите, когда же я влюблюсь-то, наконец? Понимаете, смысл нашей жизни в тех, кого мы любим. Точнее, не, вру. Содержание нашей жизни в тех, кого мы любим. Жизнь без любви, жизнь без содержания. Псевдосодержание, карьера, успех, социальные деньги, это псевдосодержание. А поэтому здесь Булгаков говорит очень точно. Вот пример, но для этого нужно быть самому содержателем, человеком. Человеком следующего уровня, с разведом сердца. Человек-материалист, он по своей образу жизни, это животное, не оскорбление. В животных ничего плохого нет. Да, это как этот Леви Матвей называл меня собакой, почему-то считает тем самым, что оскорбляет. Лично я не вижу плохого в этом животном. Вот, значит, чем животное? У животного короткий период любви, вся остальная жизнь, просто выживание. Животное тоже радуется жизни, если в нем достаточно энергии жизни. Попрыгает, побегает, поскачет, вот, костью видит, стопает, поест с удовольствием ближнего, дальнего своего, или травку пощипает, неважно, она тоже живет и радуется жизни, как животное радуется жизни. А человеку, более развитому, жизнь должна иметь уже содержание, не просто высшая радость жизни для животного, это хорошо поесть. Но не читая так, как периодик течки, когда идет случка, вот, две радости жизни, вкусно, хорошо поесть, воды от души напиться, на солнышке спинку подреть, на Багаму съездить. Ну все, как сказал один мудрый человек, вы знаете, что люди больше всего любят ни деньги, ни недвижимость, люди больше всего любят, когда их любят. Да. Это уже другое, когда человек начинает испытывать потребность в любви, это уже содержательная жизнь, не в благополучии, чтобы было сытно, тепло, не в комфорте, даже не в развлечениях, а именно в том, что ты чувствуешь, что тебя любят. Потому что ты любил. Натфрум, кстати, об этом очень хорошо писал. Да, кстати сказать, хочу продать. Нативную рекламку вставить. Да, да, да. Рекламная пауза. Вот мы говорили о любви. Вообще, это, конечно, центральная тема оккультизма, потому что Бог есть любовь. С другой стороны, Бог есть мудрость, с третьей стороны, Бог есть истина, три лица Бога. И оккультизм современно изучают в три, все три начала. Учатся любви, учатся мудрости, учатся истины. Гурджиев говорил о том, что есть три пути. Путь любви, путь монаха, путь воли, путь факиры, путь мудрости, это путь йогина. Но иметь в виду не хатха-йога, а именно джиньяна-йога, раджа-йога, йога-познание себя, йога-познание, мира. И одновременно он же говорил о четвертом пути. Путь, который сочетает в себе три пути. Любовь, мудрость и воля, истина. Все три изучаются параллельно. Вот на землю пришел этот самый четвертый путь в виде соединения трех разных ветвей оккультизма. Когда это был единый путь, потом он разъединился, одна ветвь ушла в Индию, другая осталась на Ближнем Востоке, а третья пошла в Египет. Сейчас они потом соединились все вместе и работают в новую эпоху вместе. Вот. Хотелось бы рассказать о том, что существуют школы четвертого путьа. Звучит как-то маняще и притягательно. Да, но только не ищите там сказки. Вот за что, честно говоря, отношусь с такой с легким отстраненным. Почему бы и нет? Почему бы? А к Балаванской я отношусь с легкой отстраненностью. Я, честно говоря, тоже. Она исполнила свою миссию, готовила человечество прихода эры Водолея, рассказывала о том, о чем раньше молчали. Но я не люблю сказок. При всем уважении к Елене Петровне, но вот как-то не мое. Значит, видите ли, когда если бросить перед человеком множество драгоцов камней всевозможных, предложить выбирать, камень любви не выбирает никто. Парис выбрал любовь. Он яблоко выбрал. Он не яблоко выбрал. Нет, он яблоко дал Афродисию. Он выбрал, да, он выбрал тому, кто ему больше обещал. И получилось, он думал, что он выбрал любовь, а он выбрал смерть, как очень часто бывает. Нет, дело в том, что камень любви обычно не выбирают, потому что он самый простой. Он не яркий, не блестящий, не вьет в глаза. Я страдания свое не отдам за бальзам, за цветение здоровья его не отдам. На базаре ты радость свою продаешь, за жемчуг страдания свое не отдам. Ты душа, что у слады горя живет. Этот горький бальзам поднесу это хакани тоже. София любовь очень простая на ветхе. Она не яркая, не блестящая. Она не торгует собой на базаре, она не демонстрирует себя, она не бьет в глаза. Она тихо звучит, в глубине. Поэтому настоящие школы, они не заметны. Они просты, но глубоки. Если хотите, мы издали эти книжки. Покажете ее, Михаил Борисович, чтобы было видно. У нас больше книжек, а это «Путь ученика». Вторая книга «Опорные точки жизни». Беседы учителя. «Путь ученика». Его невозможно пройти мимо такой книги. Она простая на вид. Вот привлек внимание не заголовок, а вот то, что написано помельче. Беседы учителя. Это же на летнем соборе. Мы же в лекции, друзья, в передачах про оккультизм рассказали, да? Да, это беседы учителя на летнем соборе. Это 27-й год, это 42-й год. Не ждите там чудес, рассказов о том, как вам заколдовать или расколдовать. Просто беседы. Просто беседы. Ну, могу сказать, если вам будет очень плохо для тех, кто открыт к этому. И вы останетесь один, наедине с собой в полной тьме внутренней. Откройте эту книгу и почитайте. Если с вами случится внутренняя беда, ну, это не будет чудов, вам не перебегут с деньгами. Но если душе вашей посетит очень тяжелое страдание, откройте и почитайте. А можно просто почитать. Ни в коем случае не читайте, как обязательное нечто. Читайте в охоте. Вот вы почитали, чувствовали, что устали, а больше не читается. Отложите в сторону. Вы можете открыть на любом месте, читать с любого абзаца. вы можете вообще не читать, бросить, если не идет. Это даже лучше. Подождать, может быть, через некоторое время пойдет. Ни в коем случае не относитесь к этому как обязательному чему-то. Это только, читайте только тогда, когда вам читается. Там просто есть такой закон ритма недели. Ага. А. Ритм недели. На самом деле этот закон нужен не Богу, этот закон нужен нам. А ритм это важная вещь, кстати, в медицине и в обычной жизни. Я размышлял над этими десятью заповедями. Каждый из них имеет глубочайший смысл. И кроме вот этого, что душа не может как-то у того же Хакани. День единый возлюбленный данной моей уступили я миру шести его дня. Шесть дней делай. Дела свои седьмой день Господу Богу твоему. Если мы все время все семь дней работаем, мы все больше привязываемся к материи и не получаем поддержки с неба, это очень важно хоть раз в неделю иметь толчок, иметь бросить, отбросить все материальные заботы и посвятить это дело своей душе. Когда мы вот эта постоянная депрессия, она сегодняшний мир, вечная усталость, какое-то нереализованное чувство, она идет от того, что человек не получает поддержки от неба, от духа, он все время связан с материей. Он живет преимущественно на своем ресурсе, если у него большой ресурс, он повеселее поживет, если меньше встает. Надо раз в неделю приходить в гости к Богу, брать у него очередной подарок, чтобы прожить целую неделю. А в какой форме это возможно? Это духовная практика, это посещение храма, или как вам сердце подсказывает? Это не суетиться. Уединение там. Это в первую очередь не суетиться, это посвящение вообще каждый день своему. Солнце день радости, Луна день очищения, понедельник, Марс день, каждый день имеет смысл делать какие-то дела, связанные с этими энергиями. Поэтому вообще мы стараемся выбирать. Ну вот, благодаря Косыгину у нас два дня есть. День субботный это день Сатурна. Во Вьетнаме, по-моему, до сих пор один выходной в неделю. Во Вьетнаме, по-моему, до сих пор один выходной в неделю. Один выходной, не два. Своего Косыгина нет? Нет, Косыгина. А вот Косыгин нам дал второй день. Так вот, это день Сатурна, Сатурн день очищения, день уединения, день размышления, Сатурн философ. Сатурдей имеется в виду. Да, Сатурдей, Сатурн в день, это по-английски там прямо стоят. Санди, Лонни, Манди, Марс в день, Марди, а это французский, точнее, Марди, Вэнсди, день Марса, день Венеры, Меркреди, день Меркурия. Да, день Один, Михаил Борисович, Воденсды. Это Воденс у английских, а у французов Меркреди, день Меркурия. Ну да, ну а их же отождествляет. Да, конечно, Воден, Воден, тьюзди, тёрзди, день Тьюса, день Тора, день Фрэйи. Фрэйи пятница. Да. Пятница развратница, день Фрэйи. Нет, Фрэйя никакого, значит, отношения к разврату не имела, и слухи о том, что она что-то там дала какие-то ласки карликам за какие-то материальные блага, мы с негодованием отметаем, Фрэйя не могла так поступить. Ну не так уж плохо, в конце концов. Сатурн, день для того, чтобы отдохнуть от мира и поработать умом, как следует внутренне, высшим своим умом. Поэтому это чётко вот в этот день хорошо было бы. Ну нет так нет, но один день в неделю надо отрываться от мира, стопроцентно забывать всё и посвящать это дело. Ну вот по идее правильно, один день посвящать Богу, другой день посвящать всем, кого ты любишь. День радости солнца. Быть с любви, с любимыми вместе, на природу, в театр, только с теми, кого ты любишь. Опять не поши, работай. Слушайте, у нас прекрасный мостик получился в следующий вопрос. покой. Да можно ещё чуть-чуть по книжке. Значит, вот. А, я поторопился. Мы к координату дали? Да, рекомендую. На самом деле, книг у нас больше книг учителя. Это переводы на русский. Переводы, сделанные нами, непрофессиональными переводчиками, как могли, так и перевели. Так что заранее простите. Хотя старались. Вот. Не бойтесь, там русский язык достаточно чистый. Вот. Но, ещё раз подчёркиваю, не ищите там всяких ярких, загадочных, акультных знаний. Они там есть. Они глубокие. И вот книги эти мне, например, помогали. Не только это. Я-то читаю «Учителя в оригинале». Вот. Помогали выстроить свою жизнь. Много лет подряд выстроить свою жизнь. И развиваться, расти, расти. Вот. У меня тут. И не только мне. Все, кто встаёт на этот путь, он для тех, кто сердце ляжет, кому сердце ляжет. Это путь развития. Такой же, как путь монаха, такой же, как путь югина, такой же, как путь покира, но отличается тем, что здесь все три начала в человеке развиваются параллельно. И ум, и сердце, и вода. Это новый путь. Люди в этом деле понимающие называют это эзотерическим христианством. Микушевич, помню, как-то сказал, это оккультное христианство. Очень интересно. Да, это можно назвать так. После Христа осталось, мы уже сегодня говорили, после нескольких тысяч слов Евангелия осталось ещё много-много тысяч слов, сказанных наедине с учениками, которых не слышал ни только, ни учеников. Как положено в любой эзотерической школе. Когда-то давно, когда Христос пришёл, человечество не было до готова к тому, чтобы воплотить принципы Христа. Он только выложил принципы методов, не дал. Потому что методы человечества были рано давать. Человечество нужно было сначала просто познакомить с самыми идеями. И, как показывает опыт, до сих пор человечество, в общем, даже священники не живут по Христу, не живут по Евангелию со всем. Но наступила эра Водолея. И сейчас, сейчас именно начинается время, когда мы можем учиться воплощать идеи Христа в своей собственной жизни. Вот постепенно это не быстро. Я думаю, что новая раса, раса любви придет, более-менее основательно начнет приходить на землю через сотни лет. Но мы строим новую культуру, культуру, которая будет построена совсем на других принципах, на принципах евангельских. Мы сделаем то, что не удалось сделать в свое время последователям Нила Сорского, то, что не удалось сделать в свое время. А вы последовательно эту линию проводите. Я же слежу за всей вашей общественной работой и выступлениями. Вы последовательно на протяжении многих лет уже в этом истории. Торский звучит, и вот этот тезис о том, что куда-то мы не туда, наверное, пошли, и пора бы вернуться, это уже не глаз вопиющего в пустыне, потому что у нас с вами большая аудитория, даже по оккультизму, я думал, ну там тысяч десять будет, это все крибли-крабли-бумс, нет, очень хорошо люди смотрят, интересуются, пишут умные комментарии, прям вообще вот правильной дорогой идем, Михаил Борисович. Вот, я надеюсь, значит, ребят, звоните, уверяю вас, на ваш запрос Марк отзовет всегда. Вот, ну он просто, именно он занимается распространением, поэтому ему и поручено это все. Ну там еще какие-то книги есть учителя. Ну вот это они очень сильные. Последние вышли совсем недавно, «Упорные точки жизни». Есть книги тексты, на которых я уже говорил, есть тексты мертвых, есть тексты живые, мастер живой, «Война и мир» живая, «Ана Корейна» живая, «Чеховские рассказы многие живые». Ну, в общем, по-настоящему талантливой великая литература она живая. А есть еще книги благодатные, о которых они не только живые, но они еще несут в себе благодать. Это чувствуется. Во-первых, сюда входит «Священные книги», «Библия», еще есть там совершенно уникальные благодати к нему. Коран естественный. Но Тора это часть Библии, несомненно. Хагавад-Гита вечная благодать на ней. Вот. Буддийские тексты сутры. Я, кстати, можно от себя посоветую, может быть, людям, кто сейчас в таком душевном непокое, такой источник, «Наречие Высокого» в Старшей Эде. Там совсем немного, 167 таких аллитерационных стихов. Очень теплое ощущение заботы высшего начала о человеке. Вот, читаешь, сколько дровей, что там надо припасти, как себя в жизни вести, не лгать. Вот. Это все. Михаил Борисович, я вам хочу сказать, что вы делаете колоссальную работу, и, в принципе, я бы вас просил вот при Академии сделать книжную лавку, как это делает. У нас есть книжная лавка при Академии. Я могу сказать, там не очень много книг, но то, что мы рекомендуем читать... Плохо, надо больше. Почему нет? Ну, на все, так сказать... Не, я понимаю, что это кусок работы. Эти книги есть все там. Они действительно благодатные, они несут живую благодать, кроме жизни. Кроме этого, там есть книги по психологии, такие, как Фром, Франкл. Ну, это заворот мозгов. Я пробовал читать и то, и другое. Франкл, может быть, не знаю, Фром искусств. Франкл, да, вот у меня просто... Буквально вчера на занятиях сказал старшекушникам, вы все обязаны прочитать Фрома искусство любить. Это потрясающая книга. Ну, она профессиональная, конечно, она психологическая, но она читается легко. Там есть книги Корчика, Януша Корчика. Я что-то обругал уважаемого автора. Я просто сломался на фрустрации, на книжке про фрустрацию, что-то мне так тоскливо стало. У нас там нет... Там есть искусство любить Фрома. Нет, я Франкла имею в виду. К Фрому как бы нареканий нет с моего стороны. Ну, может быть, я-то читал его... Так и называется эта книга фрустрация. Ну, это исследуется, наверное, психологически сейчас о смысле Франкла. Человек в поисках смысла. Человек в поисках смысла, да, да. Вот. Затем там есть вот Корчика очень рекомендую, особенно родителям. Все-таки вот «Мастер Маргариты», я хочу сказать, удивительно легко читается, помимо всего прочего. А это и есть особенность живого текста. Он несет тебя как потоком. Ты не его читаешь, он тебя несет. Свой ритм особый в хороших текстах я не сразу это обнаружил. Вот. Свой особый ритм в каждом тексте. Вот. Ему надо уметь отдаться. А «Мастер Маргарита» захватывает. Ну, это водоворот, по сути. Ты не можешь эту книгу отпустить вот пока, как ваш случай в библиотеке, то есть пока там. Да. Текст захватывает. Ну все, реклама я закончил, пошли дальше. покой. Именно туда отправился мастер со своей возлюбленной. И что это, я не понял, Михаил Борисович. А, ну это как раз, вот это место очень простое. Это Данте. Перед Данте стояла очень большая проблема. Ну, это скорее исследование линии Данте. это то, о чем Лермонтов просит. То, о чем Пушкин говорит, на свете счастья нет, что есть покой и воля. Это то, что Лермонтов говорил, но не тем тяжелым сном могил я хотел, я бы хотел забыться и уснуть, чтобы в душе дышали жизни силы, чтобы дыша вздымалась тихой грудь. Он тоже хочет в мир покоя, в мир вечности. Не без деятельности, да, потому что мастер планировал там что-то писать, да, его попустили. Это промежуточный мир между миром радости и миром земным. Это мир покоя, света, но покоя, медленного, глубокого созревания. Дело в том, что Данте ведь, когда попал в свой ад, ну, то есть, когда писал, у него была очень большая проблема. Это уже начало, перед возрождением, он же предшественник возрождения, его предтеча. Вот. Он, с одной стороны, христианин, и ежели ты не крещеный, то быть тебе в аду. А с другой стороны, куда поместить его любимых философов, Сократа, Платона, поэтов, там, того же самого Вергилия. Куда? И вот дилемма Сократ, например, образился. Только за то, что он родился рано слишком, ему приходится отправляться в ад, потому что он виноват был, не крестился, каясь. Пришел в этот мир раньше, чем было открыто крещение. Вот. И он пытается решить эту проблему, простым образом он создает мир света, покоя, а нет, не света, мир покоя. Вот. И туда помещает свой, там вот, в свой первый круг, он помещает своих любимых философов. Там нет мук, но там нет этой высокой радости и христианского отчества. Вот и все. Действительно, есть такой мир промежуточный между мирами высокой радости, а не крестскими мирами, и мирами тяжелых страданий человеческих. Вот переходное состояние, отдых души, душа. Вот не знаешь, что она там навечно. Душа может. Да, да, путь души это путь бесконечного восхождения. Она должна там посидеть немножечко, привести себя в порядок. На самом деле, это еще и состояние, которое проходит душа после смерти. Одно из состояний, душа, она должна пройти состояние покоя. душа все, так сказать, негативное должно с нее осыпаться, все внешне засыпаться, в частности, осыпается у большинства и памяти. И остается душа чистая, готовая к тому, что набирать энергию, идти в будущее вообще. Для тех, кто развит, это будет мир сознательного покоя, для тех, кто не развит, будет мир без сознательного покоя, когда они будут чистым голым я, который просто... Как хороший такой глубокий сон, да? Да. Дневной, освежающий. Да, вот Лермонтов... Есть такая картина о моей любимой художнице Анне Королевой, освежающий дневной сон. Ну, Лермонтов об этом четко пишет. Он же как раз, именно он мистик, он себя понимает и чувствует. Он об этом и пишет. Чтобы в душе дремали жизни силы, дремали в спящем состоянии потенциального. Чтобы дыша вздымалась тихой грозы. Вот, а... Ну, там речь идет не о теле, конечно, о душе. Он пытается образно изобразить вот этот состояние потенциальной жизни, которая ждет, отдыхает и ждет своего времени. Ливий Матвей сказал, что мастер не заслужил свет, но он заслужил покой. То есть, все-таки это заслуга, да, находиться в состоянии покоя? Вообще говоря, обычный человек должен еще получить все свое, что положено. За всю свою мелочность, жадность, зависть, за все-все-все. Все эти чувства, чудесные переживания, составляющие содержание примитивной жизни, они вернутся тому, кто туда пойдет. Он их все отработает там, проживет в той или иной форме. Те следы, которые оставят своей ненавистью, завистью и прочее. Обязательно здесь получите, там тоже на вас попадают. Не хочется говорить о некоторых подробностях, которые там могут быть. Пускай читает Барда Тоддер, там все рассказывают. Про книгу мертвых поговорим в другом цикле бесед на бакультизме. Тема, повторюсь, зашла, слава богу, зрителям, так что будем продолжать. Завершающий вопрос. Все-таки политблогера я в себе не жил еще, но вот для человека или для людей, живущих в России сегодня. Арнушка. А в Маргарите мы не будем говорить? Ну я, вы знаете, у меня тут вопрос, конечно, заготовлен, но там придется одного человека поругать, Михаил Борисович. А мы не будем говорить об этом человеке? У нас настолько гармоничная беседа была, что я его опустил. Мы не будем его ругать, я хотел бы эту тему все-таки обсудить. А вопрос такой, вот есть любовь, а есть, я извиняюсь, секс. Надеюсь, никто там не попадал со стульев с той стороны экрана. Тоже проявление любви, между прочим. Есть такое явление, да. Самое материальное проявление любви, да, довольно низкое. Вот, и утверждается, опускаю кем, почему, из-за чего, что Маргарита нехорошая развратная женщина. Вот у меня лично, прочитав роман, не возникло этого ощущения, вот хоть убейте меня. Тут что-то по Фрейду не так у людей, которые считают, которые не видят вот этой разницы, да, теплого с мягким. Или что? Или это они судят формально, или пристрастно. Вот если она голая на балу, значит, ай-яй-яй. Это ай-яй-яй. да еще у сатаны. Нет, балу она была в плаще, по-моему. Она там была голая перед сатаной. А, собственно, не сатаной, балу она. Так вот, на самом деле, особенно развратная женщина, ее даже, кажется, в измене обвинял этот персонаж, в измене мужа, в рульсионизации. Ну, да, 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 она там якобы какой-то фаллический символ, как-то так, не с тем выражением лица трогала, там, значит, вот на мероприятиях присутствующих, значит, не, она вообще в измене, она там мерзко даже останется. Замужняя женщина сбежала к какому-то там на улице с первым попавшимся вообще. Ну, не стыдно разве? Как вообще? Я могу сказать, вообще-то, начало, скажем, ну, во-первых, самое начало, хочу сказать, что я-то воспринял этот роман о двух слоях жизни. То есть, там жизнь, точнее, о жизни, но жизнь там богаче, чем жизнь обычного романа. Вот эти всякие нечистые силы, нечистые силы, духи, черти, все прочее. На самом деле, я начинаю предполагать, чтобы Булгаков обладал еще и видением, потому что мы живем, но там не нечистые, просто силы. Вот пойдите, посмотрите в церкви икону Спас в силах. Это тоже тексты очень интересные. Спас сидит на троне Христос. Вся картина овал, внутри овала ромба, темная мечта, там квадрат и ромб, и там силы видны на темном фоне силы, изображенные как бы там где-то глаза, брови отдельного, что-то, как будто скводящие сейчас сквозь этот метод. Это, на самом деле, вполне оккультный рисунок. Те, кто первые создавали эту икону, они знали, что в неделе. Потом ее до нашего времени донес канон, и он не знает уже, что там происходит. Просто рисует, потому что так канонизировано, а там написано три мира, реально. Вот и там мир сил совершенно точно, виден мир второй, мир сил, мы живем с ним бок о бок. Эти силы постоянно проникают в нашу жизнь. мы живем в мире фон, за ним стоит мир силы, сплошное взаимодействие. Но видите, там у них нет фон, там как бы, ну вот, посмотрите, эту икону, вот, это текст, его надо читать, его надо расшифровывать все, что там написано. И он нам говорит о том, что вот мы здесь живем рядом с этим миром, но мы его не видим. На самом деле, мы его видим, чувствуем, точнее, не видим, чувство. Видение этого мира обладает немногим. Хотя в древности, когда уровень чувствительности был выше, наши собратья по разуму чувствовали это. Я же говорил о том, что у них в ручах на яд жила, на дереве гряда жила, они видели, чувствовали, не глазами, они как-то ощущали жизнь сущность, стоящая за разными физическими силами. физическими явлениями, простите. Мир был наполнен духов, он и так наполнен, просто у нас чувствительность понизилась, но в определенные периоды, вот прямо сейчас, когда мы сейчас записываем это, силы того, что-то усиливается, астролог вычисляет, и даже вам сказать, почему, и тогда смерть становится как бы ближе. на самом деле перегородка тоньше, которая отделяет наше сознание от того мира, сознание дневное, от сознания ночного, и многие начинают чувствовать мир смерти, и чаще всего это проявляется как беспокойство, вдруг там звонят, что-то я стал за своего сына беспокоиться, мне кажется, что ему грозит такая опасность, что-то моей маме там плохо, что-то у меня люди ощущаются, я анализирую, а, верно, все понятно, нет, ему ничего не грозит, просто вы почувствовали запах смерти и спроецировали на все, то, что вам дороже всего. Запах смерти вызывает у нас страх и тревогу, но оккультист слышит этот запах смерти, энергию, и использует ее как силу. он берет ее, подключает к нему моторчик, у него есть здесь моторчик и проводок, он вставляет вилку в розетку, эта сила начинает работать, вот эта энергия смерти начинает работать как мощные силы для развития. Вот посмотрите, в определенные периоды резкое количество несчастья, неприятностей, смерти увеличивается, денежные кризисы, причем короткие годы, потом прошла волна, легче стало, вот, инсульты, фарты, волнами ходят, а оккультист на этой энергии вместо того, чтобы попасть под нее, использует ее, он не вставляет два пальца в розетку, чтобы тебя током ударил, он вставляет ударил трансформатор. Вот, так вот этот мир, духи постоянно, да, это периоды чувствования, а так они всегда присутствуют, рядом духи, силы, постоянно взаимодействуют, в том числе с нашей душой. И вот второй мир этого романа, второй слой, это присутствующий рядом слой второй жизни, силы вот эти неведомые, проникающие, на самом деле рядом с нашим миром проникающий в него, неведомое действие. Маргарита связывает эти два мира, но ей не страшен не тот метод, потому что она в любви. Любовь является мощной силой, ограждающей себя. Вот она связывает этот мир, она то там, то здесь, проникает из этого мира туда. И, кстати, посмотрите, там в какие-то моменты даже непонятно, где происходит действие. вот прилетает Азазеллу, вот поет их вином, мастер кричит, ты отравитель и падает мертвый. Я эту фразу хотел в конце сказать. А в это время женщина, да, женщина у себя дома умирает. То есть она и там, и в подвальчике, где она когда-то участвовала. На самом деле, посмотрите, это же два мира происходят. Там живет одно тело, здесь живет астральное тело, душа пойдет дальше. Вот это скважение мира, вот у них двойственность, у тех, кто попроще, там все просто, как мы сейчас. У них нет второго. А здесь два мира происходят как бы вот физическая жизнь и какая-то другая. Посмотрите, очень интересно. Маргарита связывает это. Мастер в меньшей степени, она, между прочим, чувствительная. Более открытая ко второму миру, она и приняла. В романе же есть и временные парадоксы, и пространственные парадоксы. Да, да, да. Есть и праздничные. Можно это анализировать. Грех и задержать, и там непонятно вообще, где все это действие, этого балла развернулось. Да, нехорошая квартира была большой, да, по тем меркам коммунальной тесноты, но в любом случае мы же понимаем, да, что тут, конечно. Но там вот эти два мира, другой мир, он здесь рядом. Это кроме того мира еще, высшего, кроме истории с Иисусом того, другого времени. Вот. И вот это все происходит. И Маргарита связующая звено. Очень основательно. О чем она? И в то же время она связывает нас с Евангелием. Потому что Маргарита никого не напоминает вам. Из евангельских? Да. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова